нас разъедает болезнь как кислота она подступает горлу оставляя после себя лишь горечь она поразила всех вас сидящих за этим столом и только признав недуг можно надеяться на исцеление как вы это объясните очевидно он сошел с ума и мы того же мнения вы должны слетать швейцарию привести мистера пемброка обратно мы здесь предлагаем процесс полного очищения вдали от стрессов современного мира вы собираетесь забрать мистера пемброка с собой в нью-йорк а эта проблема здесь пациент а не пленник вам нужно лекарства нет я уезжаю сегодня отсюда не уезжают с возвращением мистер лохард признаков стрессения нет истощение иммунной системы и я могу предложить вам лечение считайте что это очищение разума и всего организма у некоторых одно сопровождается галлюцинациями но это лишь побочный эффект вывода токсинов здесь живет тьма что чернее ночи то было 200 лет назад а это происходит сейчас ты сказал отсюда не уезжают что это значит я видел трупы послушайте себя вы явно не здоровы вы хотите убедить меня что я сумасшедший что происходит со мной это всю часть терапии вы лечите то чего не существует примите свой диагноз и вы увидите здесь просто чудесно ты мой лучший друг я знаю ты рискнешь своей шкурой ради меня а я ради тебя чем-то там занимаешься смотрю на фотку своей девушки а я свою разглядываю показать на счет 3 1 2 3 это же лоран лоран скотт мне не по себе от того что я встречаю с обоими сразу феминистки боролись за права женщин а ты здесь дамские истерики устраиваешь я попаду в ад ерунда это расслабься знаешь что она твоя с моей внешностью нечестно вам мешать как по-твоему это понимать давай просто установим правила игры хорошая идея не будем ей говорить что мы знакомы и не станем друг другу мешать оставим выбор за ней и да победит сильнейший это настоящая операция следить круглосуточно ваш объект агент хэнсон не подведите родину парни все идеально запускай дождь я на минутку шутишь ты кого-нибудь убивал голыми руками на этой неделе нет так это мой друг у тебя получится они просто пожмут рубли я щас в обморок упаду я бы переспала с обоими парнями чтобы сравнить товар и решить которые из них лучше почему она слушает эту старуху без понятия кажется спусковой механизм господи грустную историю можно рассказывать по-разному можно например приукрасить ее добавить песню петра габриэля и вот уже все хорошо я не меньше вас люблю такой вариант однако это неправда вот это правда эй подружись с кем-нибудь извините да ничего я август уотерс у меня нет симптомов полтора года может быть вы расскажете нам о своих страхах о страхах забвение как тебя зовут хейзл а полностью хейзл грейс ланкастер что ты так смотришь на меня ты красивая ну расскажи о себе мне поставили диагноз нет нет какая ты я самая обыкновенная протестую ваша честь газ только о тебе и говорит мы просто друзья от того что ты держишь меня на расстоянии меня влечет к тебе не меньше я бомба замедленного действия которая однажды взорвется и разнесет все вокруг я не хочу чтоб ты пострадал в этом мире страдания не выбирают но можно выбрать того кто причинит их я люблю тебя хейзл грейс я знаю любовь это крик в пустоту и изобвение неизбежно но я люблю тебя и мы все равно будем вместе мы сошли с ума ты злишься еще как так разбей что нибудь мои дни сочтены но ты подарил мне кусочек вечности мне нет слов чтобы отблагодарить тебя за это жизнь прекрасна хейзл грейс да точно мы подлетаем мы подлетаем план вы знаете стопорим конвой и поосторожней скейплом мы музычку в общем пацан крепко встрял только дернись аннигилируйся Танос пацана я в обиду не дам но один я не справлюсь нужна подмога соберем супер за лупер команду пора открыть линкдин это бедлам я шаттерстер домино я везучий везение это не супер сила и это совсем не кинематографично нет сила предлагаю компромисс нет не сила яйца в кулак и погнали какой ты нахер герой ты просто клоун в костюме дилда мрачно как ты точно не из DC припёрся Ну, жги одноглазый Вилли. Фух, пули у тебя шустрые. Ну и наконец, Питер, и ты у нас, значит, супергерой. Да нет, я так пришел. По объявлению. Ты принят. В глубине каждого из нас таятся агрессия и страх. Я человек, который прячется в углу с камерой и наблюдает. Мистер Хичкок, вы самый знаменитый режиссер в истории кино, но вам 60. Может, вам стоит уйти непобежденным? Ужас. У меня мозоли просто от того, что смотрю на тебя. Он ищет идею для своего нового фильма. Мне нужно что-то свежее, чего еще не было. И через мгновение нож оборвал ее крик и ее жизнь. Чудесно. Пусть Дори с Дэй сделает мюзикл. Добрый день. Эта книга «Психоз» дьявольски увлекательна. Это будет ваш следующий фильм? Да, мадам. Попробуйте пальчиковые сэндвичи «Пальцы». Настоящие. Никто не уважает Хичкока больше, чем Парамаунт. Но даже знаток иногда ставит не на ту лошадь. Это новый фильм мистера Хичкока. Отлично. Ищите деньги. На чье ими выписать чек? Нам придется продать весь дом или только бассейн. Ты ведь заинтригована? Убийство главной героини в середине фильма. Как вы будете снимать сцену в душе? Отсюда и выше я не похожа на мальчика. Не жди середины. Убей ее через 30 минут. Вот как? Как ты терпишь такую вульгарщину? Не переживай, дорогая. Это всего лишь кино. Больше ярости! Больше! Мой муж одержим идеей убийства. Он не выйдет на экраны. Покажи мне отснятый материал! Я в жутком напряжении из-за этого фильма. И мне нужна твоя полная поддержка. Да мы дом заложили! Я твоя жена. Я радуюсь с тобой, когда отзывы хорошие. И плачу, когда они плохие. И я терплю тех, кто смотрит сквозь меня, словно я невидимая. Ведь они видят только великого гения Альфреда Хичкока. А чем кончится? Я обещал маме не говорить. Греховодник. Да она тут голая. У нее такая большая грудь. Не смог отказать себя. Хоть бы раз иметь времени больше, чем сутки. Где остальное? Ты не выполнил норму. Расценки же выросли. Норма тоже. Два часа. Всегда был час. Теперь два. Цены растут. Тут пешком два часа. А у меня полтора. Так бегите. Бедняки должны умирать. Так работает система. Что это значит? Ты что, правда не знаешь? Сколько тебе по-настоящему? Двадцать восемь. А мне сто пять. Времени больше, чем достаточно для всех. У одних миллионы лет, а у большинства только дни. И они умирают ради бессмертия избранных. Бессмертных не должно быть, раз умирает хоть один человек. Ты же не отсюда, да? С чего ты взяла? Ты другой? Идем. Камера засекла подозрительное поведение. Его зовут Уилл Салас. Он не должен быть здесь. Что будем делать? Воровать? Брать ворованные, не кражи. Они заплатят мне. Давайте, бегите! Время бесплатно! Где вы его взяли? Тысяча лет не в тех руках угрожает системе. Я остановлю его. Просто все хотят жить вечно. Мы не должны жить вечно. Мы тебя поймаем. Посмотрим. Он виновен не в воровстве, а в раздаче времени. Заставь человека поверить в мечту, и он купит что угодно. Ты превзошел себя, Поппер. Само собой. Кто готов провести с папой выходной? Я не поеду. Будет весело. Я вас когда-нибудь подводил? Моножи, прошлый юбилей. Твой отец тебе кое-что оставил. Где он был? В Антарктиде. Я перезвоню. Так, Пипи, я не приду сегодня. С вредителями борюсь. У вас анаконда. Нажмите один. Вам нужен отдел птиц. Попробуйте в санэпидемнадзор. Ты особо тут не устраивайся. Как вернусь, отправлю тебя на родину. Алло. Я хочу отправить пингвинов. Пингвинов? Да, отправить пингвинов. Вы мне не нравитесь. Вы мне не нужны. И я не хочу видеть вас. Мистер Поппер, у меня ваш пингвин. Пингвин не мой. Неужели? Это может быть кто угодно. Привет! Я не готов еще. Пингвины! Так нечестно. Отдайте птиц, мистер Поппер. Сейчас это невозможно, потому что мои дети от них без ума. Соль не подадите. Мясом. Кто это все устоил? Почему вы не в машине? Идем, строим. Стой! Лобуем строй! Зачем бьешь себя? Зачем? Это не подавает работнику зоопарка. Джин Кэрри. Так нельзя! Очнись, Поппер. У тебя полон тон пингвинов. Знаю. Пингвины мистера Поппера. Привет, ребята. Смотрите. И... Шаффлбол степ, шаффлбол ланж. Поворот, поворот, поворот. Класс! Ну, зачем вы застарили меня? Смотри на меня. Слушай только мой голос. Я не брошу тебя, Джин. Она была моим другом. Ты моя семья, Джин. Хватит. Что бы ни было. Хватит, хватит, хватит. Хватит! Смотри. Ты особенная, Джин. И если перестанешь противиться силе, заключенной в тебе... Если примешь ее... Станешь могущественной, подобно Богу. Она убьет нас. Как это исправить, Чарльз? Что делать? Я не знаю, что делать. То, чего они не понимают, пугает их. А то, что пугает, они стремятся уничтожить. Это ты виноват, Чарльз. И я защищал ее. Мне страшно. Когда я теряю контроль, страдают те, кого я люблю. Она умирает. Она все еще Джин. Ей можно помочь. Порой мы склонны видеть людей не такими, какие они на самом деле. А когда понимаем свою ошибку... Джин! ...то уже поздно. Это она. Ну и что я тут делаю? Готов! Забирай. Я встретил девушку. Да ты постоянно их встречаешь? Нет, это другое. Она особенная. Мы с тобой такие разные. Но таких чувств я никому прежде не испытывала. За мной так красиво еще никто не ухаживал. Что это? Где? Звони в скорую! Я принесла вашу коробку. Откуда она у тебя? Была в машине. Я уже много лет не могу их прочесть. Хотите, я вам почитаю? 10 апреля 1940 года. Моя дорогая Русь. Даже если я забуду свое имя, я буду помнить то твое платье. Хочется верить, что вы будете жить долго и счастливо. Но не всем так везет. Вам же повезло. Все не так просто. Люк, завязывай с этим. Как бы в следующий раз не пришлось забирать его из морга. Я этим живу. Это мой хлеб. Я не могу быть человеком, который в один прекрасный день может уйти и уже не вернуться. Обещай, что вернешься. Обещаю. Я не знаю, что нам делать. Я так больше не могу. Любить значит жертвовать. Но это того стоит. У нас почти не осталось времени. Ты же видела, что там творится. Зайдем с хвоста! Давай! Держись! Я справлюсь с Томасом. Рано или поздно он появится. Этого я и боюсь. Они забрали вас, потому что у вас иммунитет к чуме, который уничтожает человечество. Они принесут вас в жертву, чтобы найти лекарства. Сами они не остановятся. Их остановим мы. Последний город порока. Это львиное логово. Мы отправимся туда. Мы три года пытались выбраться из стен ловушки. А теперь рвемся обратно. Я сяду впереди. Этот мир гибнет. Все это будет оправдано только если мы найдем лекарства. Ты жалеешь о том, что сделала с нами? Я верила, что это правильно. Нет гарантии, что мы выберемся оттуда. Но мы начинали вместе. Вместе и закончим. Она все еще дорога тебе? Не ври мне! Давай. Сколько ребят им нужно поймать? Замучить? Убить? Когда это кончится? Когда мы найдем лекарства? Томас, ты можешь спасти своих друзей? Или спасти всех нас? Быстрее! Пожалуйста, Томми. Пожалуйста. Пожалуйста.